По итогам напряженных переговоров, 27 лидеров Евросоюза согласовали главные должности в политическом руководстве блока на ближайшие пять лет. Урсула фон дер Ляйн станет председателем Еврокомиссии, Антонио Кошта – председателем Евросовета, Акая Каллас – верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности. Кандидатуры фон дер Ляйн и Каллас еще требуют утверждения в Европарламенте. Председателю Еврокомиссии для переизбрания нужно получить 361 голос. Переговоры между центрийскими партиями возмутили тех, кто остался в стороне. В частности, премьер-министр Италии Джорджу Мелони, которая обрушилась с критикой на процесс назначения, который, по ее словам, не учел рост ультраправых сил по результатам европейских выборов. Она воздержалась при выдвижении фон дер Ляйн и проголосовала против выдвижения Каи Каллас и Антонио Кошты. Есть опасения, что ее отказ – признак грядущих неспокойных времен для ЕС. Я считаю, что Георджа Мелони обстанет. И я думаю, что это очень важно работать в Европе, с премьер-министром, с Италией, как и все остальные страны. Это принцип для меня, который я follow все время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Антонио Кошта – ветеран европейской политики, представлявший Португалию в Евросовете в качестве премьер-министра страны на протяжении почти 10 лет, начиная с 2015 года. После выборов в Европарламент в 2019 году политика социалиста выдвигала в председателя Евросовета тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель, но он отказался. Коррупционный скандал с участием членов правительства Кошты привел его к отставке в ноябре 2023. Но обвинение против премьера по этому делу так и не было выдвинута. На социалистическом конгрессе в Риме в марте прошлого года Кошта выступил в качестве потенциального кандидата на высший пост в Брюсселе. Кошта выступил в Европарламент в Европарламент считалось стратегической для получения поддержки и лидеров Европейской народной партии. Единственной ложкой дегтя в кандидатуре Кошты был тот факт, что его считали скептически настроенным по отношению к расширению ЕС. Война в Украине стала доминирующей темой на теледебатах во Франции. За три дня до первого тура парламентских выборов в эфире встретились лидеры трех ведущих политических сил. Действующий премьер-министр Габриэль Аттали с партией Возрождения, председатель ультраправого национального объединения Жардан Бардала и социалист Оливье Фор, представлявший левое объединение «Новый народный фронт». Формально для обсуждения были выбраны вопросы экономики и внутренней безопасности, но Украина быстро оказалась доминирующей темой. Жардан Бардала заявил, что не позволит российскому империализму поглотить союзную Украину. Но исключил возможность отправки французских солдат на войну. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее неоднократно заявлял, что не исключает отправку французских войск в Украину. Ультраправые и левые оказались едины во мнении, выступив решительно против позиций главы государства. Оливье Фор заявил, что даже Киев не ожидал от Парижа подобного. Оба оппозиционных политика при этом подчеркнули, что поддерживают отправку Украине оружия, в том числе ракет большой дальности. Точку зрения Макрона защищал премьер-министр, заявивший, что в противостоянии с Кремлем необходима решительная позиция. Внеочередные парламентские выборы были назначены президентом Макроном после того, как его партия Возрождения потерпела крупное поражение на выборах в Европарламент. Первый тур голосования состоится в это воскресенье, 30 июня, а второй запланирован на 7 июля. Великобритания готовится к парламентским выборам, которые, по мнению аналитиков, могут положить конец 14-летнему управлению консерваторов. На победу рассчитывают лейбористы. Несмотря на то, что именно лейбористы призывали к повторному референдуму по Брекситу 5 лет назад, теперь их лидеры меняют подход и исключают возвращение к единому рынку и таможенному союзу. Что касается НАТО, позиции, лейбористов здесь не отличается от Тори. Они также привержены этому пакту и заявляют о намерении заключить договор о безопасности с Европой, хотя детали его остаются туманными. По мнению экспертов, в случае победы лейбористы попытаются подойти к отношениям с континентом с чистого листа и более активно участвовать в политической жизни ЕС. Если лейбористское правительство придет к власти, ему придется ввести непростые переговоры о возобновлении ведущей роли Великобритании в Европейском Союзе. Причем придется учитывать как требования Брюсселя, так и интересы значительной части электората, проголосовавшего за выход Великобритании из ЕС. Полиция Белграда запретила проведение традиционного фестиваля по культурному обмену с Косовом, как отмечается из соображения безопасности. Фестиваль проводится в Сербии, частично признанном Косове уже 10 лет, по инициативе молодежной группы, стремящейся преодолеть этнические разногласия. В этом году на фоне обострения отношений между Белградом и Приштиной на месте проведения ярмарки собрались группы националистов и ультраправых. Полиция потребовала от них разойтись, но и участников фестиваля также решили не пускать в город. В Италию пришла волна жары. Синоптики предсказывают, что в эти выходные температура воздуха достигнет 34 градусов Цельсия на севере, 35 в центре страны и 40 на юге. Пик ожидается на Сицилии. Там воздух прогреется до 42 градусов Цельсия. После недавнего похолодания солнце возвращается. В некоторых районах температура поднимется сразу на 15 градусов. При этом итальянцы привыкли к жаре и уже знают, как с ней справляться. КОНЕЦ Местные органы здравоохранения подготовились защищать уязвимые группы населения. Особенно часто в отделение скорой помощи обращаются пожилые люди с тепловым ударом. Для пожилых людей также будет доступна бесплатная горячая линия, по которой они смогут обратиться за помощью и советом. Даже небольшие меры предосторожности могут предотвратить тепловой удар. КОНЕЦ «Сикурamente tanta acqua, frutta, che comunque un po' di zucchero non guasta. E niente, ventaglio, che dobbiamo fare? Аrea condizionata sì, ma nei limiti, perché come dopo viene mal di schiena e altri problemi. Evitiamo». «Dopo qualche esitazione, il caldo, quello vero, è arrivato anche in Italia e soprattutto nelle regioni del sud raggiungerà anche i 40 gradi. Sembra scontato dirlo, ma parecchi non prendono le dovute precauzioni. Prima fra tutte, bere molta acqua». Luca Palamara per Aeronews, Napoli.